Валерий Константинович, меня зовут Владимир, я проживаю в лесной зоне Пенинской области, поселок Пашково. Я расскажу, как мы избавляемся от кротов. Помните, я говорю, что я ничего в кротах не понимаю. Кроты ничего не видят, но у них сильный слух. От кротов можно избавиться гуманным способом. Во-первых, вебинар, помните, я показал своего друга, вернее, не самого друга, а его ниву. Из него торчал шланг, который от выхлопных трубы, которую он завел по землю, и включает насос, и еще кротов нет. Не назовешь гуманным, да? А есть люди, которые считают, что кроты приносят пользу, живя в вашем саду в почве. Вот попробуй, кого слушать. А я зачем купил, зато продаю. У меня их нет, слушайте дальше. У кротов сильный слух. По периметру участка, через 5-7 метров, втыкаем в землю толстую металлическую проволоку, чтобы она не гнулась на ветру, или купить тонкую арматуру. Из земли слаботорчала, на высоте до 2 метров. Сверху одеваем пивные алюминиевые баночки. На ветру банки качаются, гремят, и кроты уносят свои ноги. Банки стоят круглый год, если их убрать, и в какое-то время, кроты могут вернуться. Так, ну что, принимайте к сведению. Гремящие алюминиевые банки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!